Почему и критикуется медицина? Она критикуется именно по причине того, что новые технологии, которые даже приходят извне в медицину, медицинское образование не успевает за этими технологиями. И вот этот стык, как в медицину ввести новые знания, сейчас медицина должна быть партнерской. То есть сейчас, если мы вернемся на 30-40 лет назад, скажите, пожалуйста, много ли людей, если еще глубже 50 лет назад, много ли людей знало, что вообще есть желудок, 12-перстная кишка или еще чего-то, приходили и говорили, болит здесь или болит здесь. И да, врач в этой ситуации, так сказать, он понимал, что раз болит здесь, это, например, голова, так сказать, а если болит в животе, он начинал понимать откуда все. Сейчас практически любой житель, ну, по крайней мере, Российской Федерации и других развитых стран, он в медицине не профан. Он, по крайней мере, знает… Открыл интернет и вот те строения человека. Да, но здесь и сложность как раз есть. Дело в том, что в интернете можно запутаться. И в этой ситуации врач должен быть и консультантом в первую очередь. Врач должен знать своего пациента и подсказывать ему. Там еще, по-моему, был вопрос по поводу целевиков и всего прочего. И это актуально в свете, так сказать, посланий президента, когда он сказал, что сейчас на лечебное дело 70% бюджетных мест должно отдаваться целевикам, а на педиатрию вообще 75%, по-моему. Знаете, я к ним отношусь… вот как к категории отношусь неплохо. Я бы не сказал, что у меня какое-то предвзятое отношение к целевикам, здесь поломка происходит в момент, когда этих целевиков направляют. Вот чего не надо делать, и сейчас Минздрав тоже к этому подошел, что этого целевика, который 6 лет проучился, потом вот так вот в кресле прям пересаживаете целевую ординатуру. Слушайте, если вы его послали, вам не хватает врачей первичных звена, то тогда в этой ситуации, пусть он у вас отработает 3 года в первичном звене, а потом приходит уже, тогда повышает квалификацию в ординатории. С этого года у нас заработает аспирантура в области медицинских, там 4 есть, там получается клиническая медицина, фундаментальная, медико-профилактическая и фармацея. А сейчас все выпускники, перед тем, как уйти в поле, они проходят первичную аккредитацию. И вот все выпускники этого года, у нас в этом году был полный выпуск, если в прошлом году были только стоматологи и фармацевты, в этом году был полный по всем специальностям. Средний балл всех выпускников, то есть, во-первых, никто не засыпал эту аккредитацию, во-вторых, средний балл был от 95 до 98 по специальностям из 100. То есть, если разобраться, как работает мозг, то может быть сконструированы совершенно новые логические вот эти нейросети, которые позволят нам облегчить нашу жизнь. Но расшифровка генома человека, она не дала ответа на все вопросы, наоборот, она поставила еще больше вопросов, потому что как бы вот сейчас просто на этом инструментарии необходимо дальше разрабатываться. Я думаю, что здесь еще тоже прорывы будут большие. То есть, сейчас мы говорим о редактировании генома, например, возможностей, о создании каких-то, так сказать, другого вида медицинских услуг или помощи, которые связаны именно с индивидуальными особенностями.